Мир вам уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале психфарм 2, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашей эмблеме, нашему девизу о ваших оплате мертвых от беломолна, благодаря нашему гуру, учителю психфармачу, сегодня у нас очень-очень важная тема, почему Илон Маск иногда тупит. Я вам честно скажу, что для меня всегда этот человек был человеком-загадкой. Я, конечно, не изучал его жизнь, но я много слышал о его достижениях, и действительно, достижения не самые очевидны. Но вы знаете, если честно, меня всегда настораживали его высказывания. Они мне казались какими-то такими, ну я не знаю, туповатыми, что ли, мягко говоря. Ну и вот если вы действительно погуглите, то вы увидите, что его высказывания, они довольно носят такой лапидарный, очень-очень простой, упрощённый характер. Ну, например, если вы собираетесь путешествовать на Марс, то вы должны быть готовы умереть. Ну, или вот такое высказывание, он часто задумывается над тем, что все мы живём внутри видеоигры какой-то другой цивилизации. Ну, ещё есть много чего, на самом деле, таких же лапидарных, в общем, я бы даже сказал, туповатых высказываний. Ну, например, о том, что если компания, вот, Илона Маска производит электромобили, которые там автопилоты будут, да, то есть они будут пилотировать сами, то есть не нужно будет участие человека, то вообще компания за аварию не должна, компания беспилотных автомобилей за их аварии отвечать, потому что компании, которые производят лифт, они же не отвечают за аварию лифтов. Действительно, отвечает компания, которая эксплуатирует этот самый лифт. Ну, то есть и много чего у него в голове творится. Ещё вот одно высказывание. Моя семья боится, что русские убьют меня. Слушайте, вот я не знаю, если кто-то из вас смотрит телевизор, то вы знаете, с каким пиететом в телевизоре говорят о этом человеке. Поэтому, честно говоря, мне трудно себя представить, чтобы кто-то его собирался убивать. Ну, или ещё одно высказывание. Если бы я мог не есть и при этом работать больше, я бы перестал есть. Вот здесь, кстати, возможно, ну, скажем, кто-то скажет, если он такой глупый, то почему он такой богатый? Я думаю, потому что у него фантастическая, вероятно, работоспособность. То есть он будет работать больше, больше и больше, даже если нужно отказаться от того, чтобы есть. Я не думаю, что кто-нибудь из нас, простых людей, способен отказаться от еды ради работы. Ну, а тем не менее, вот причины его немножко туповатых высказываний оказались, в общем, ясны. И надо вам сказать, что это не я придумал. Один из наших зрителей нам написал, что, собственно говоря, Илон Маск принимает кетамин. Честно говоря, мы даже удивились. Действительно, погуглили. Оказывается, действительно, Илон Маск сказал, что принимает кетамин для того, чтобы справиться с негативным химическим состоянием мозга. Ну, тогда нам всё, собственно говоря, стало понятно. Итак, что такое кетамин? Кетамин – это антагонисты намдорецепторов. Антагонисты – это вещество, которое блокирует эти самые рецепторы, который, точнее сказать, не кетамин, а эскетамин. Это его разновидность. Показан в качестве усилителя терапии антидепрессантами. Сейчас это принято в Соединённых Штатах. И вот у этого препарата эскетамина самые частые побочные эффекты – это диссоциативные расстройства. Посмотрите, у нас есть по поводу диссоциативных или конверсионных расстройств несколько роликов. Мы сейчас расскажем, что это такое, и вы сразу поймёте, почему высказывания Илона Маска, они носят немножко туповатый характер. Дело в том, что активность глутаматных нейронов чрезвычайно важна для того, чтобы мы с вами активно и хорошо думали. Почему? Глутаматная система является главной активизирующей системой. Не дофаминовой, как многие думают, а именно глутаматная. Глутаматные нейроны дают информацию в таламус – это часть головного мозга, где происходит отбор информации, которая пойдёт в головной мозг. Там существует некая петля, некие тормозящие гаммокардические нейроны, которые оттекают лишнюю информацию. И только то, что нужно, достигает нашей с вами коры. И в этой коре мы с вами думаем, и мы с вами получаем какие-то умозаключения. Что происходит в голове у Илона Маска, который принимает кетамин? Кетамин является антагонистом рецепторов НМДА. Он снижает активность. Это основные рецепторы, которые активизируют глутаматные нейроны. Значит, мы их блокируем, глутаматная активность снижается. Это означает, что практически ничего в голову не поступает. В голове образуется некая дыра. А вот когда в голове образуется некая дыра, или некоторые люди говорят, у меня каша в голове, это и есть так называемое диссоциативное конверсионное расстройство. Ну и дальше всё начинается понятно. Конечно, когда, например, Илон Маск работает там целыми днями, отказываясь себе в еде, он недоступен для корреспондентов. А вот когда он отдыхает и наглотался кетамина, он доступен для корреспондентов. Корреспонденты его начинают спрашивать. И тут вот эта вот каша в голове, которая у него есть, из-за кетамина, она, собственно говоря, вылезает наружу. Поэтому на самом деле перед нами очень и очень интересный случай, когда мы ясно видим, вот очень часто просят нас рассказать по поводу деперсонализации и дереализации. Помните вот это высказывание о том, что мы живём как бы в чужой компьютерной игре? Вот это всё и, собственно говоря, возникает под влиянием кетамина. Надо вам сказать, что для людей, которые испытывают такое расстройство без всякого кетамина, оно называется синдром деперсонализации и дереализации, я думаю, такая информация будет крайне важна о том, что они фактически являются родственниками по вот этой тяжёлой ситуации с Илоном Маском. Конечно, Илон Маск придумал это себе расстройство сам, он, в общем-то, им не болен. Как всегда, в конце нашего ролика я вас прошу подписка, лайк, комменты, потому что нам важно, чтобы эта информация распространялась. Ну и во всяком случае, я думаю, люди, которые знают Илон Маска, должны ему донести, что русские вовсе его не собираются убивать. Это совершенно точно. Это просто следствие того, что он употребляет кетамин, и, наверное, делать этого не нужно. Ну и надо вам сказать, что вот для того, чтобы этого не случилось, чтобы люди не принимали всякие лишние препараты, которые влияют в головную мозгу, мы для вас придумали новую совершенно опцию. Она называется экспресс-экспертиза диагноза и лечения. Для любого она доступна. Человеку, который пожертвовал на развитие нашего канала единовременно сумму 1000 рублей и более, в течение недели он может заполнить форму специальную, которая есть на нашем блоге, и отправить нам запрос. Мы ему отвечаем по поводу того, что, наверное, не надо вам принимать кетамин. Ни в коем случае, иначе будет плохо. Так что, на самом деле, мы стараемся для вас сделать как можно больше. Ну и вы старайтесь для нас тоже сделать. Поэтому донаты приветствуются. Ну и как нас донатить, вы найдете в описании любого нашего ролика. До новых встреч!